Добрый день, дорогие зрители нашего канала на YouTube. АМЗАП, меня Валентин зовут. Находимся мы на АЛТУФ ЕВА-3. Сегодня у нас не совсем обычная работа. До этого мы всегда меняли катализаторы на пламя-гасители. В данный момент у нас поступила большая партия аналоговых катализаторов, которые ближе, похожи к оригинальным. Сегодня вот у нас эта тема, будем его менять. Первым делом приступить к работе, что советую отключить клемму АКБ, дабы обесточить всю бортовую систему. И приступаем к снятию. После снятия мы с вами дальше обсудим, почему мы это делаем, как это делаем. Ну и наглядно все покажу. Поехали. Первым делом мы обесточили систему, потом снимаем две фишки от лямбда-зондов, от кислородных датчиков. Их обестачиваем. В дальнейшем, чтобы нам добраться до болтов, которые крепят катализатор к головке блока цилиндров, нам надо снять вот эту тепловую защиту. Когда мы ее сняли, мы можем спокойно добраться до болтов, которые находятся, ну, не в совсем удобном месте, но доступ есть. Приступаем к снятию. Хорошо, не на голову. Так, болты крепления выпускного коллектора, в котором находится катализатор, не совсем удобном месте находятся, поэтому можно воспользоваться зеркальцем. Вот их будет наглядно видно. Видно сейчас? Не совсем удобно, но нет ничего возможного. Невозможного, вернее. Приступаем к откручиванию. Так, когда верхние болты ослаблены, воспользовавшись автомобильным подъемником, поднимаем автомобиль, и чтобы добраться к ним, нам придется отвернуть в данной ситуации гофру. Вот, и защиту картера двигателя, чтобы у нас появился доступ к нижним болтам. Потом отворачиваем нижние болты, хронштейн крепления к блоку двигателя, защиту тепловую нижнюю, и только после этого мы сможем изъять его наружу. Сняли гофру, соединительную трубу, и наблюдаем то, что катализатора здесь уже нет, уже варен пламя-гаситель на месте катализатора. Значит, к нам все приезжают, чтобы поставить пламя-гаситель. А мы сейчас уберем пламя-гаситель или поставим катализатор? Поставим катализатор, да. Все, мы работаем в обратном порядке, мы улучшаем ваши автомобили до заводского состояния. Да, при этом не нарушая никакие ГОСТы и стандарты по эксплуатации автомобиля. Владелец тогда еще сказал, что автомобиль прошит под Евро-2. Это как-то помешает нам при установке катализатора или нет? Нет, не помешает. Да, там Вильянда-Зон, уже обманка стоит. Вытащили на свободу катализатор. Как видим, его уже здесь нет. Уже он заменен на пламя-гаситель внутри, видно трубка. И здесь видны сварочные швы. Сейчас снимаем кислородный датчик, ставим его на место. И рядом с нами новый катализатор. Исполнение неплохое. Посадочное место прилегания к головке блока цилиндров металл толстый. То есть повезти его не поведет. Резьбы под тепловые защиты присутствуют. Под лямбда-зонд присутствуют. Даже защитные колпачки одеты на шпильке. Что не даст им повредиться при транспортировке. Но также видим тепловую защиту с нержавеющей стали. В общем, исполнение довольно-таки неплохое. Остается только проверить его в рабочих. Самое интересное, что у него внутри. Внутри, как видим, обычный картридж катализатора керамический, который должен выполнять свою функцию. Я думаю, такая замена никогда не навредит автомобилю. Мы оставляем тот же экологический класс автомобиля. То есть не надо никаких перепрошивок, никаких дополнительных затрат. Просто снял, поставил, сел, уехал. Я думаю, конечно, все спросят, и сколько стоит это для чего? Наверное, стоит очень много. Ну, поскольку это не оригинальная деталь, выполненная, не могу сказать точно где. Но стоит она, по сравнению с оригинальной деталью, которая стоит за 30 тысяч, то это... Чтобы поставить это и наслаждаться, ездить, пока он не сгорит, можно, в принципе, каждый месяц их менять. Ну, каждый месяц. Это, по крайней мере, не платит, рецепт. Ну, да. Ну, и тоже это будет не дороже стоить, чем мы, допустим, удаляем катализатор, ввариваем пламеглушитель. Потом начинаем перепрошивать блок управления двигателем. В итоге теряем мощность, теряем экологический класс, больше расход топлива. Думайте сами, решайте сами. Все уже установлено, заменены все уплотнения, которые прилегают к головке блока цилиндров, прокладка выпускного коллектора. Кислородный датчик также заменен. Ну, маленькая одна хитрость, если есть, чтобы он потом хорошо отворачивался на керамическую смазку, резьбовое соединение. Смазывают, устанавливают, тогда он отворачивается без проблем. Больше секретов особых никаких нет. Автомобиль заведен, чек не горит, машина работает в штатном режиме. Работы на автомобиле Kia Ceed по замене катализатора завершены. Установлен неоригинальный катализатор фирмы GMP. Есть у нас в наличии также катализаторы на автомобиль i30 Rio Solaris. Звоните, уточняйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем рады вас видеть в нашем сервисе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok